Сегодня мы будем мериться длиной футболистов. Да, именно так. Недавно у меня было видео «Самые старые футболисты в истории FIFA. Теперь самые высокие футболисты в истории FIFA». И знаете, я сам парень не самый низкий, мой рост 187 сантиметров, но даже я, сегодняшним героем нашего топа, буду просто дышать, как говорится, в пупок. А может быть и в другие места. Погнали. Десятое место нашего топа, так сказать, самое низкое место — это Питер Крауч и его 201 сантиметр роста в 18-е FIFA. Хотя, в принципе, он есть во всех FIFA, но кроме совсем уж древних. Ну а я выбрал его скрим-карту из 18-е FIFA, потому что она самая сексуальная. Хотя сам Питер Крауч, конечно, не самый сексуальный в мире человек. До чего уж там даже среди Питеров он не самый красивый, наверное, будет. Потому что даже Питер Гриффин посимпатичнее. Да, у Питера Крауча очень специфическая внешность. Мало того, что он очень высокий, так к тому же он еще и супер худой. И вот с этим связана очень забавная история. Однажды у него журналист спросил, а Питер, кем бы вы были, если бы не были бы футболистом? И Крауч, что же он ответил? Блин, вот я вот точно не помню. Вот дословно, дословно, наверное, не смогу вам передать. Он сказал, он ответил, что-то типа того. Слышу, блюдок, за такие вопросы у меня на районе ебальник ломают. Да, по-моему, так. Может быть, ошибаюсь. Ну а если серьезно, то Питер Крауч, наверное, один из самых знаменитых футболистов-высотников. Он провел довольно неплохую карьеру. Забил больше 200 голов на профессиональном уровне, 20 голов за сборную Англии. Конечно, трофеев он взял не очень много, но в целом его карьера довольно успешна. И она, как ни странно, продолжается в 37 лет. Поднимаемся вверх по нашему топу, точнее на 1 сантиметр. Признаюсь честно, этого футболиста я не хотел засовывать в наше сегодняшнее видео. В конце концов, скоро день победы. А фамилия данного игрока... Зигич. Но если быть честным, его фамилия Жигич. Тоже довольно известный футболист. Конечно, не уровня Крауча, но если вы интересуетесь футболом больше, чем просто поиграть в ФИФУ и пооткрывать пакцы, то вы этого футболиста должны знать. Все же он поиграл в Валенсии и в АПЛ, и, между прочим, брал Кубок Испании и Кубок Английской Лиги. В 2015 году он завершил карьеру, но, если честно, я его помню, как ни странно, по ПЕС, потому что в старых частях ПЕС очень сильно тащили мощные, высокие футболисты, и Жигич был как раз-таки одним из таких. Мало того, что он был высоченный, так к тому же он еще и весил 96 килограмм. Следующий герой нашего топа – это, не побоюсь этого слова, легенда чешского футбола Ян Коллер. Возможно, те, кто помоложе, даже и не знают о существовании такого футболиста. В принципе, он за топ команды никогда и не играл. Хотя о чем это я? Он играл за крылья советов. Вообще, довольно крутой был нападающий и очень здорово играл головой, в отличие от следующего участника этого топа. Господи. Я думаю, что любому бревну в этом мире было обидно, когда его сравнивали с Лосинатора Оре. 203 сантиметра. 203 сантиметра бездарности, потому что хуже игрока в истории московского ЦСКА я даже, наверное, не вспомню. Да, он был довольно хорош в Анжи и Кубани, но что с ним случилось потом, если честно, я даже не знаю. Когда его подписывали в ЦСКА в аренду, если честно, я был даже рад, потому что он довольно техничным, мне казалось, и довольно быстрым для таких габаритов. Ну, по впечатлениям от его игры за Кубани и Анжи, собственно. Но то, что я увидел, это была просто, наверное, самая изощренная пытка, которой я подвергался. Он был супер медленный, супер неуклюжий, сука! Это можно было простить, потому что он высоченный. Но то, насколько он бездарно играл головой, этого я просто не мог понять. Потому что даже, наверное, блядский паспарту из Форт Боярда прыгает выше, чем Лосина Трауре. Следующий герой нашего топа, герой во всех смыслах этого слова, и карта у него геройская, и он герой моего канала, точнее, мем. Я думаю, что те, кто меня смотрит давно, знают, о чем я говорю, и, наверное, они ждали его в этом топе. Пожалуйста, вот и, собственно говоря, он. Ну, как говорится, в Румынии однажды появился на свет двухметровый парень, и вовсе не шкет. Больше мне как-то даже и добавить нечего. Следующий игрок в нашем топе обязательно понравится школьникам, потому что у него имя супергероя Торн Хогнеарой. Это норвежский нападающий с ростом 204 сантиметра. Вы просто гляньте на это фото. Насколько, сука, он гигантский! Ну, а судя по другим фото, он просто боится высоты своего роста. Не хватает монет? Покупайте их у проверенного продавца. Быстрое обслуживание и низкие цены. Александр Месси. Ссылочка в описании. Следующий участник нашего топа это Томаш Голый. Чешский вратарь с ростом 205 сантиметров. Абсолютно ничем не интересный футболист, ну, конечно, кроме его роста. И, наверное, главное его достижение за всю футбольную карьеру то, что он однажды в Фифе стоил аж 3900 монет. Итак, бронзу нашего топа забирает очередной не очень известный футболист. Это Джейсон Муни. Галкипер из Северной Ирландии. Я думаю, что вы его тоже, скорее всего, не знаете. И, скорее всего, вы его просто забудете после этого видео. Я про него информацию в интернете смотрел и ничего интересного не нашел. Зато рост 206 сантиметров. С такими габаритами, я думаю, что хрен какой гопник к нему доебется. Плюс его зовут Джейсон. Ну, типа такой есть маньяк. Киногерой. Итак, второе место нашего топа это Кристоф Ванхут. Ну, на фоне двух предыдущих футболистов он прям-таки звезда. Потому что у него даже есть трофей. И не какой-то, а, между прочим, кубок целой Бельгии. Ну и, конечно же, 208 сантиметров просто поражает. Я думаю, что вы сможете найти его на командном фото, которое я сюда прикреплю. Ну и мало того, что он ростом 208 сантиметров, так он к тому же еще и весит 110 килограмм. Как говорится, не хотел бы я с ним повстречаться ночью в темном переулке. Хотя, возможно, он просто меня не заметит. Ну и первое место нашего топа просто с каким-то нечеловеческим отрывом и абсолютно нечеловеческим ростом в 250 сантиметров два сука с половиной метра забирает Янг Чанг Пэнг. Это китайский футболист. На самом деле его даже в Фифе нет. Но я просто не мог вам о нем не рассказать. Потому что это просто... У меня даже просто слов нет. Это вот настоящая китайская стена. Вот знаете, называют Месси или Роналду инопланетяне. Вот настоящий сука инопланетянин. Он выше футбольных ворот. Футбольные ворота, напомню, их высота 2 метра 44 сантиметра. У этого парня высота 2 метра 50 сантиметров. На самом деле про него довольно мало информации в интернете. И всю свою карьеру он поиграл в каких-то низших донных китайских клубах. Но однажды он был на просмотре в Болтоне. Вон у него даже видите эмблема на сиське болтоновская. Но там его не взяли. Я не знаю, зачем его вообще приглашали. Наверное, просто поугарать и похуевать с его роста. Ну и что в конце, друзья, я хочу сказать. На самом деле большой рост это с одной стороны конечно здорово. Ты такой мощный, здоровенный. С другой стороны не всегда легко найти нужный размер одежды. Я вот, например, часто себе шью брюки и кофты из шторок и занавесок. Да, это довольно печально. Кстати, вы можете написать свой рост в комментарии. Мне интересно, есть ли те, кто крупнее, так сказать, меня и те, кто меня смотрит. Ну а на этом всем удачи, всем пока. С вами был человек среднего роста Антон Чейз. И кстати, я вас наебал с этим китайцем. Его рост всего лишь 200, всего лишь 205 сантиметров. Да, наебал, признаюсь. Чуваки, если вы в этого китайца поверили, в то, что его рост 250 сантиметров, мне просто за вас стыдно, друзья. Ну так нельзя, исправляйтесь. Пока. Ай, блин. Субтитры сделал DimaTorzok